Болтком Утро на Болткоме Доброе утро Доброе утро Да, вообще меня, честно, уже долгое время не интересовало Ну как, недолгое время прям каждый день просыпался с этой мыслью и ко сну уходил с ней же в голове Но все равно, да, было любопытно Вот эти вот вещи, которые конфискуются, например, у преступника С полной конфискацией имущества Хорошо, оно переходит к государству Что с ним происходит дальше Оказывается, часть этого имущества действительно выставлялась на аукцион Но до сих пор только для юридических лиц И вот недавно времени, надеюсь, госпожа солистая меня поправит, если я не В общем-то ошибаюсь, физическим лицам тоже разрешили участвовать в этих аукционах Вот этого конфиската Так ли? В общем-то, это не так Выставляются на аукционы. Это какие-то личные пользованные, малопользованные вещи, это автомобили, предметы роскоши, предметы одежды, предметы, я уже не знаю, там просто быта. Что можно приобрести на этих аукционах? Да. 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 кстати во время нашей беседы я я проделал шаг за шагом все о чем вы говорите зашел на домашнюю страницу вот этот раздел парамомс и так далее и так далее ну вот например выставлены пять автомобилей ниссан джук шкода октавио opel in sinia citreal berlinga volkswagen passat там какой то все по одной штуке в том числе а вот можно поучаствовать цену аптовая парманта с ягоды и сли нескольких желающих которые начинали ну вылечевать цену да тогда получается так как ну на аукционе да. 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 вот получается что нужно угадать поставить самую ну как бы высокую цену который ты можешь предложить то есть эту цену нельзя менять да вот если вдруг я понимаю что я слишком вот может быть по жадничал поставил маленькую цену и скорее всего кто это предложит большую. да. 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 наверное один из таких вопросов которые мы тоже вот обсуждали за эфиром связанный с может быть ну не знаю может быть у людей возникнут какие то вопросы и риск предположим человеку у которого конфискован этот автомобиль там выходит на свободу и не получится ли так что он ну захочет каким то образом продемонстрировать свое несогласие с тем что сейчас на на этом автомобиле передвигается кто-то да. 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 и Question full. да. 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 то есть автомобили, Ну да, логично. А что происходит с вещами, которые долго нереализуются, каким образом они уничтожаются или нет? Или они так стоят, плятся и ждут своего часа? Ну да, нет. то есть пар мини как пар автомашинам, и если нормативные акции мы спелят, то они будут реализованы как металлые. Отдать куда-нибудь, не знаю, буглугодным заведением, каким-нибудь пансионатам, детским домам, ну, те же самые автомобили, или вещи, которые, ну, могут быть, что называется, релеванты, ну, подходить, там, не знаю, игрушки, одежду, не учитажать просто так, а отдать вторую жизнь тем, кому они необходимы, действительно? Ну, деможел, нормативные акции мусу непрерыва шагу тезиску рейтингу, нодот то, каудам, да, каудам, текущим, вайрага стресса и преценария. Тауды тезиски мусу нет. Скажите, вот эти пять дней, которые сейчас физически лидцам могут принимать участие в конкурсе, много ли появилось заявок, вот, действительно ли, есть ли интерес у физических лидц, для участия в таком роде аукционах? Ну, тази пависам, я не сен, татад 10. септембрис, бия рīт, татад, vakар шіта пресса релиза пар то, ka физикās personas var piedалīties, жа, es varu pateikt, kad uz шо риту интереси, jau, ir, ну, diezgan, diezgan intensива, un, cilvēki интересējās, ja viesnieц arī piedāvājums uz to, kas ir šobrīd izsludināts, тā kā, жа, интереси. А до этого, каким образом все-таки происходило, кто станавился владельцам, если мы говорим, что они не были физически, а только юридически лидц, вот каким образом происходило до этого? Тише тапат, как шобрейд, тикай не varēja piedалīties физикās personas, varēja piedалīties юридискās акциjas, абьедрības, viņi тапат smiedza piedāvājums, noteито penас, мес izvērtējām, noteicām uzvarētā, arī viņi tāpā ticājēbēs viņi tāpārīties kompārīties я уверен, что после этого эфира, после нашего разговора интерес будет еще более интенсивный. Что ж, мы благодарим Инару Соластаю, замдиректора финансового управления службы госдоходов, беседовали о том, как происходит распродажа конфискованных в пользу государства вещей. Кому интересно, действительно, на сайте, который потом мы укажем и на нашем портале MixMuse.lv, а сейчас назову это vid.gov.lv, в разделе ParMums можно найти список и условия приобретения условия аукциона того самого конфиската и, поверьте, я только что тоже покопался из любопытства, там есть чем поинтересоваться и автомобили, и ювелирные украшения, и мобильные телефоны, и все такое прочее. В общем, кто ищет, тот обрящет. Еще раз огромное спасибо, хорошего дня, у нас короткая пауза, после которой очередной гость, очередная тема, все как обычно по утрам на Болткоме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok